Эти привычные ценники на автозаправках скоро уйдут в прошлое. В наступившем месяце цены на бензин вырастут примерно на 7%, заявил министр нефти и газа Узагбай Карабалин. Он объясняет будущее подорожание топлива остановкой на ремонт двух российских нефтеперерабатывающих заводов в Уфе и Омске. Это основные поставщики высокооктанового бензина на казахстанский рынок. Кеннадий Шестаков не видит причинно-следственной связи между остановкой НПЗ и повышением цен на бензин. Скорее, это не причина для того, чтобы поднять цену, а это просто повод. В Омск к нам завозят от них высокооктановые бензины. Это 95-98. В общем, в рынке они занимают небольшое средство, процентов 15, не больше. Потому что остальное все занимает 92-й, 80-й бензина, который производится у нас. Власти как раз регулируют цены на самые ходовые марки бензина и дистоплива. В зависимости от мировой цены нефти правительство пересматривает розничные цены. Единственный раз за последние три года, которые действуют это правило, стоимость топлива снижалась. И все равно она далека от потребительских пожеланий. Сколько должен стоять? Половину как минимум. 65 тенге. По-моему, 25 тенге, не больше. Было бы чудесно, если бы он был вообще в нефтяной стране бесплатно. Еще в середине сентября ряд экспертов прогнозировали ажиотаж вокруг ГСМ и рост цен. Впрочем, это можно утверждать с очень высокой долей вероятности, даже не будучи искушенным экономистом. История с остановкой на ремонт НПЗ в Казахстане, аккурат в сезон пассивных или уборочных работ, повторяется уже второе десятилетие. Теперь еще и российские партнеры по таможенному союзу встраиваются в эту схему. Тем временем, повышение цен на топливо обещает казахстанцам другой, приятный в кавычках, сюрприз. В структуре нашей экономики бензин занимает важное место в себестоимости производства товаров и услуг. Разумеется, это будет первое звено в цепочке, которое может привести к повышению цен на многие товары и услуги. Простейший пример – перевозка продуктов питания с южного региона в северный регион. В этом году Казахстан, как ожидается, вступит во Всемирную торговую организацию. Это будет еще один повод подровнять внутренние цены на ГСМ, которые все-таки еще отстают от мировых. До уровня стоимости бензина, скажем, в странах Европы. Так уже было в России.